всем привет ребята сегодня будем собирать опять преобразователь но уже на микросхеме то есть мультивибратор у нас будет собран на микросхеме ирки что за ирка вы узнаете это не ирка соседнего подъезда это интегральная микросхема сразу хочу сделать заявление по поводу того преобразователя которые собирал на бублике и на мультивибраторе из транзисторов я про него не забыл не забросил сейчас идут испытания проверки пытаясь его подключить к разного рода нагрузкам я смотрю как нагревается транзисторы немножко доделываем схему то есть еще видео по этому преобразователь обязательно будут а сегодня мы будем собирать преобразователь тоже очень простой тоже на мосфетах тоже довольно таки компактным будет но трансформатор мы уже возьмем готовый я уже по этому трансформатору когда-то снимал видео это с магнитолы он снят или радиомагнитола не знаю как она правильно называется в общем романтика м222 такой комбайн был сверху пластинки кассетник и усилитель вот довольно таки распространенный трансформатор не сказать что прям большая редкость ну наравне с т-180 они мне попадались вот значит мы будем собирать его в принципе опять же схема взята с интернета но я ее немножко доработал потому что опять же я когда подключал у меня начали вылетать силовые ключи и после небольшой модернизации и опять же покажу в ролике в чем она заключалась ключи перестали вылетать и сразу отвечу на вопрос подписчиков по поводу того а как собрать на более высокое напряжение преобразователь то есть не с 12 720 а с 24 там 36 48 на самом деле это очень очень и очень просто опять же я вам расскажу как и этот ролик будет не единственный потому что чтобы хейтеры не засирали эфир и не кидались какашками требуя все сразу в одном ролике объясню я сейчас проведу сборку покажу какие были модернизации потом у нас будет отдельно замеры потом у нас будет отдельно еще какие-то доработки которые будут по ходу всплывать и буду делать видосы так что у меня будет параллельно так скажем два проекта то есть преобразователь на транзисторах мульти вибратор на транзисторах преобразователь будет также на микросхеме еще будет потом преобразователь обязательно где на выходе будет стоять обычные биполярники наши, постараюсь на КТ-808 сделать преобразователь и опять же, чтобы у меня был ассортимент на канале и кому надо могли зайти, посмотреть, выбрать, что им нравится поэтому, кому интересно сразу подпишитесь нажмите на кнопку колокольчик, чтобы не пропускать свежие ролики чтобы вам приходили уведомления о выходе новых роликов ну и конечно же, приятного просмотра, поехали значит вот она схема сети но сразу говорю, не советую эту схему собирать так, как она есть потому что она крайне нестабильная и транзики вылетают на раз-два я доработал что у нас тут добавилось а именно добавилось, я ничего не убирал смотрите, диод от первой ноги на восьмую, здесь его нету частотозадающую цепочку RC я оставил без изменений то есть резистор у нас 270 кВм конденсатор 47 нФ резистор ставите любой мощности, которую хотите хоть SMD, если вам удобнее микросхема IR2153 питание самой микросхемы происходит через стабилизатор 7812 то есть 12 вольт по плюсу далее выходы 5,7 через резисторы 100 Ом опять же, мощность можете любую подбирать вот идет цепь далее я поставил резисторы между минусом и затвором чтобы удерживали они транзисторы в закрытом состоянии добавил диоды между стоком и стоком дабы исключить при отключении и при переключении транзисторов работе всплески индукционные всплески в общем-то в принципе доработка не масштабная не глобальная но все же посмотрите какое отличие то есть 4 резистора добавлено добавлен диод добавлен стабилизатор добавлены диоды транзисторы между транзисторами и обмоткой трансформатора трансформатор обычно низкочастотный тут кстати конденсатор указан 100 нанофарад и не стал их ставить что с ними что без абсолютно разницы нету конденсатор 4700 микрофарад хотите ставьте хотите нет если вы будете это питать от аккумулятора через хорошие провода хорошего сечения то особо нужды в нем нету но если уже сильно хочется можете ставить теперь трансформатор как я уже говорил от романтики МЭД 222 но единственный минус тут у нас выход не 12 вольт в плечах а по 17 он работать будет для примера подойдет на выходе я и лампочку подключу все это покажу но при 12 вольтах уже напряжение будет на выходе низкое не 220 трансформатор у нас есть микросхема IR2153 заказывал с алиэкспресс бушный уже давно ссылку дать не смогу потому что это было очень давно но вряд ли уже сохранился даже этот магазин ссылку точно не найду сразу поставил перемычку но кстати обратите внимание смотрим у нас перемычка между четвертой и шестой ногой как видите это у нас минус ладно о том как распаивать потом уже покажу конденсатор 47 нанофарад с кодировкой 473 диодик с первой ноги на восьмой установлен он у меня IN4007 но можете также 4148 ставить без проблем все будет работать 100 Ом резисторы 1,5 килоом резисторы 270 килоом извиняюсь тут не 270 я поставил 200 килоом 270 у меня именно не было 200 килоом тоже работает прекрасно диоды стабилизатор 7812 на радиаторах через втулочки изоляционной прокладки транзисторы RF3205 по одному в плечо ну и соединительные провода ну что ж для начала давайте соберем наверное сам генератор на микросхеме все вот по схеме как есть смотрим тут у нас ключ точка то есть лицевой стороной к себе и считаем с левого столбца вниз 1,2,3,4 потом переходим опять же снизу вверх в правом столбце 5,6,7,8 также и на схеме тут нарисовано можете вот эту схему тоже скачать и по моей смотреть и ориентироваться по схеме с интернета то есть между ногой 2,3 включен резистор между 3,4 включен конденсатор 4,6 соединены вместе это минус перемычка у нас уже стоит теперь диод подключаем тут уже надо смотреть на переделанную схему диод у нас анодом от первой ноги катодом к восьмой ноге первая восьмая вот она полосочка это у нас катод значит припаиваем вот таким вот образом вот так у нас диод припаялся с обратной стороны получилось вместить на первую ногу будет питание подаваться а перемычка это у нас минус то есть шестая четвертая нога это минус питание и у нас остались свободные ноги как вы видите 5 и 7 сюда припаиваем стволные резисторы и можно считать что генератор собран только припаять провода питания вот такой генератор получился минус желтый плюс красного просто не нашел выход на затворы силовых ключей через стол резисторы вот так все просто собрано можно конечно намного компактнее можно сделать маленький меньше спичечного коробка но опять же это пример далее займемся силовой частью если на транзисторы смотреть на лицевую часть то получается крайне правые ноги соединяем вместе это у нас минус будет к средним ногам будем припаивать крайние выводы обмоток трансформатора на среднюю точку трансформатора будет подаваться силовой плюс сначала соединяем вместе крайние выводы истоки транзисторов я соединил толстым проводом потому что сюда будет подаваться силовой минус по хорошему конечно было бы припаять лучше было бы потолще провод но ничего опять же для испытаний пойдет теперь берем полтора килоомные резисторы у кого нет можете 1,2 килоома брать 1 килоом можете брать без проблем и между минусом и затвором по резистору включаем вот так вот резисторы припаял машинку общую минус если по схемам то тогда получается между истоком и затвором резистор по полтора килоома как я уже сказал можете хоть 1 килоом ставить и теперь на затворы мы припаиваем с генератора стоумные резисторы выводы и осталось добавить защитные диоды между стоком и стоком ну силовая часть практически закончена поставил я диоды анодами на минус вот я надеюсь так вот хорошо будет видно и катодами на сток на средние ножки все осталось к затворам нам подключиться генератором на средние на средние ноги вывести обмотки плечи обмоток и в принципе можно будет даже попробовать запустить посмотреть что у нас получилось ну что схемка обросла еще какими элементами добавил дроссель добавил все-таки конденсатор после стабилизатора напряжения на микросхему больше 15 вольт не подавайте лучше с запасом как я уже говорил я 12 вольт поставил стабилизатор он уже припаян и конденсатор вот он по схемке 470 микрофарад поставил можете и 1000 ставить разницы нет дроссель взял пока что от компьютерного блока питания в принципе можете сами намотать как дроссель наматывать каким образом он выглядит я сделаю отдельный ролик а сейчас у нас будут испытания кстати транзисторы у меня навернулись потому что это RFZ Китай которые там по моему за 10 штук что ли полтора доллара от них качества не приходится ждать поэтому я поставил блин уже забыл какие поставил К3568 они у нас 12 ампер держат тоже мосфеты 14,6 вольт питания включаем лампа накаливания светит как вы знаете чтобы он нормально в полную силу работал сюда надо подать порядка 18 вольт потому что трансформатор у нас на 18 вольт рассчитан сейчас замеряем сколько у нас на лампочку приходит всего 152 вольта ну этого и следовало ожидать это нормально я говорю все уже упирается в трансформатор по частоте вот сейчас наводки он показывает 100 с лишним герц замкнул щупы все по нулям теперь меряем 68 герц частота немножко конечно выбиваемся даже не немножко хорошо выбиваемся но если вы хотите точно подобрать частоту вместо постоянного резистора R1 на 270 кОм поставьте подстроечный и можете регулировать им в определенных пределах выставить частоту как вам надо обычный подстроечный резистор транзистор у нас не греется лампочка светит но это от блока питания потребление у нас 2,3 ампера потому что опять же лампочка не в полный накал светит лампочка кому интересно она 60 ватт обычное накаливание все стабильно единственное что еще надо будет попробовать от аккумулятора потому что вы помните когда мы собирали предыдущий преобразователь от блока питания все хорошо при включении от аккумулятора ключи вылетали но сейчас ключи у меня стоят хорошие то есть с блока питания какого-то я их выковырил уже не помню но не китаезные то есть они довольно неплохо держат неплохо работают возможно даже оригинал поэтому выдержать включение и выдержать такой ток они должны без проблем в принципе в целом схема работает все отлично все запускается то есть схема имеет право быть не забываем подписаться кому интересно продолжение еще по первому преобразователю испытания будем проводить и конечно же еще в дальнейшем буду делать отдельный ролик где будем проводить краш-тест этих преобразователей то есть сначала все замеры все доработки сделаем взвесим за и против несколько еще видосов будет и в конце когда уже в принципе все откатаем все теории просто-напросто будем безобразно их нагружать через аккумулятор подключим на аккумулятор и будем грузить 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 по выходу пока не хлопнут ключи так что такие замеры тоже будут поэтому кому интересно при подписке на канал жмите кнопку колокольчик чтобы не пропустить эти видосы а я сейчас припаяю выводы получше потолще и будем подключаться на аккумулятор автомобильный вместе с нагрузкой с лампочкой все точно так же только от аккумулятора запитаем ну что ребят аккумулятор старенький добрый полусевший минус подключили плюс я вот вывел какой запускаем все лампочка светит стараюсь говорить светить светит а то меня тру электрики точно блин захейтят электрики же бесятся когда говорят горит как там необычно говорили жопа у тебя горит а лампочка светит так же как и пожарники бесятся когда их пожарниками называют не ну серьезно ребят я против пожарных ничего не имею но выскакивает это все таки народное не не сотрешь из памяти так что извиняюсь заранее если где-то говорю неправильно короче лампочка горит от аккумулятора она горит хреновенько но горит потому что трансформатор но запускается без проблем все отлично замеряшки мы еще проведем сейчас немножко я дополню по поводу того что я же обещал вам рассказать каким образом этот трансформатор легко перевести на другое нужное напряжение вот сейчас и расскажу вернемся в нашу студию для съемок и уже попытаюсь максимально подробно объяснить ну что ж испытания у нас проведены опять подключаем пусть пока работает а я тем временем постараюсь объяснить смотрите ребята тут самое важное именно вот на вот эту часть схемы вот на генератор подавать напряжение не более 15 вольт но чтобы запасом лучше 12 вольт подавать понимаете вот рам контроль это слаботочная цепь при подаче сюда питания у нас заводится вот этот генератор который управляет силовыми ключами и основа на что во что точнее упирается вольтаж от которого будет питаться то есть есть же преобразователи 12 24 вольта 36 вольт 48 вольт там до 96 вольт так вот все зависит от трансформатора вот если вы трансформатор возьмете где при включении 220 вольт у вас на выходе будет в каждом плече к примеру там по 36 вольт значит все сюда на силовой вы 36 вольт подаете а генератор должен питаться своими 12 вольтами ну 12 вольт должно не знаю вольтами стоит говорить не стоит опять же трус специалисты там теоретики сожрут ладно бог с вами и стабилизатор да стабилизатор мы поставили но это не панацея почему потому что у стабилизатора максимальное входное напряжение 27 вольт если так уже то 24 вольта вот с этой схемой без проблем можно выжать то есть просто берем трансформатор где у нас на выходе будет ну чтобы немножко с запасом было с учетом того что под нагрузкой будет напряжение у нас меньше чем 24 вольта поэтому берите тут где-то 20-21 вольт в каждом плече все сюда подаете эти 24 вольта и RF 3205 я не помню сколько они выдерживают вроде бы чуть больше 50 вольт ну хорошо возьмем 50 вольт то есть запас у нас есть по напряжению и все если вы хотите питать еще более высоким напряжением к примеру там 36 вольт то тогда вам надо на микросхему подать опять же 12 лет отдельного источника питания или через какой-то еще стабилизатор может быть шим какой-нибудь ну чтобы на микросхему 12 вольт подавалось все далее с этими транзисторами до 48 вольт вы в принципе можете без проблем запускать и опять же чтобы обмотки у вас соответствовали напряжению все то есть вот эта вот часть вот эта вот часть у нас все только от трансформатора зависит до 48 вольт если вам уже больше надо то вам тогда надо по напряжению ключи подбирать более на более высокое напряжение ток если конечно от тока эта мощность будет зависеть но опять же если допустим вы сюда подадите 63 вольта к примеру вот на эту часть трансформатор у вас будет 63 вольта все соответствует а ключи на 50 допустим вольт естественно ключи у вас накроются поэтому по ультажу и ключи подбираем все у нас вот эта вот часть вот она она у нас отвечает за то на какое напряжение у нас будет преобразователь вход напряжения с какого напряжения у нас уже будет поднимать он до 220 вольт то есть ключи если вы ключи возьмете на 100 вольт к примеру то вы можете в принципе хоть опять же те же 90 вольт или 96 я не помню сколько там обычно по стандарту к примеру там 96 вольт вы можете смело подавать трансформатор у вас по плечам тоже там ну пусть будет 94-93 вольта все ключи у вас 100 вольт запас у вас есть трансформатор у вас тоже 93-94 вольта 92 можно даже запасом сюда вы подаете это напряжение но генератор микросхема должна питаться именно опять же 12 вольт вот как запитать микросхему это уже кто как хочет то есть об этом мы тоже еще поговорим если будут еще какие-то дополнительные вопросы вы спрашивайте потому что это не последний ролик ролик еще один будет я еще один сниму и покажу вам и постараюсь рассказать если будет вопрос а так все просто в принципе на том же преобразователе который у нас был до этого на мульти вибраторе с транзисторами там тоже мы вот этот генератор запитываем необходимым напряжением там хоть 9 вольт он будет нормально работать а силовая часть она идентичная то же самое на выходе без всяких проблем если что-то непонятно спрашивайте возможно я сумбурно объясняю может быть где-то не совсем точные слова подбирая так что если будут вопросы задавайте постараюсь ответить ну и тем временем у нас едва 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 теплый радиатор ну наверное градусов 25 он практически не чувствуется чуть-чуть теплый микросхемка у нас тоже едва теплая стабилизатор ну стабилизатор конечно палец терпит но все равно горячеватый его надо бы конечно на радиатор поставить так он линейный в принципе можно также шин стабилизатор ставить именно для питания микросхемы ну а в целом на этом все еще раз показываю схему ставьте на паузу кому надо срисовывайте предлагайте свои варианты доработки что там можно сделать также хочу обратиться к хейтерам которые любят просто покритиковать и посрать в комментариях ребята вы если что-то там критикуете то пожалуйста предлагайте в том плане что если вас что-то не устраивает если вы скажете что это говно схема и прочее она взята из сети я только проверяю работает она или нет какие у нее недостатки выявляются в процессе сборки если вы с чем-то не согласны пожалуйста снимайте свое видео или покажите как вы соберете крутой прям правильный по всем канонам электротехники преобразователь дадите также схему на этот преобразователь я с удовольствием его повторю и буду пользоваться на этом пока все кому понравилось ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал не забывайте жать кнопку колокольчик и конечно же я благодарю вас за то что вы с нами за то что вы поддерживаете меня мой канал спасибо вам огромное скоро увидимся всем пока спасибо вам огромное Продолжение следует...